То, что Алтайский край – один из самых закредитованных регионов России, давно известный факт. Микрозаймы и кредиты берут огромное число людей. Вот только расплатиться могут не все, да и жертвами мошенников становится нередко. К примеру, только от действий организации «Антикризис-центр» пострадало около тысячи человек. Такие данные приводят эксперты портала защиты прав заемщиков. Жители региона уносили в компанию деньги, надеясь на хорошие проценты. Так, около года назад пенсионерка Галина Макарова сделала солидный вклад в «Антикризис-центр». Поскольку денег у нее не было, взяла кредит у микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» под залог недвижимости. Я попросила 700 тысяч, потому что мне такая сумма была нужна. Вот, он говорит, приходите, приносите документы, и мы, значит, и все это оформим. Через некоторое время «Антикризис-центр» перестал платить деньги. О вложенных средствах и вовсе пришлось забыть. Платить по кредиту Галине было нечем. Вскоре узнала, что ее квартира продана, а позже выяснилось, что она оформила два договора – заем и договор купли-продажи квартиры. Галина Макарова уже со счета сбилась, сколько судов прошло. Но дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Буквально на днях задержали директора микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Романа Тюленева. На настоящий момент в отношении него принята санкция по подписке о невыезде. Насколько мы понимаем, он является подозреваемым по данному делу. А уголовное дело возбуждено по жалобам той же самой Макаровой и некоторых других женщин, которые также потеряли свои квартиры. Сейчас женщина ждет результатов экспертизы, которая установит, насколько правильно был составлен договор с организацией микрозаймов. Кстати, эксперты в ходе круглого стола буквально в один голос твердят – при оформлении кредита внимательно читайте договор. Мало кто знает, документы можно взять домой и изучать в течение пяти дней. Но если человек все же попадает в долговую яму, главное знать, куда обращаться за помощью. Нужно обязательно обращаться и в правоохранительные органы, и иногда даже в службу судебных приставов. В каких-то ситуациях, в Роспотребнадзор, потому что могут быть нарушены существенные условия договора займа, в общественной организации, в том числе в нашу ассоциацию по защите прав заемщиков. В Роспотребнадзор только в прошлом году поступило почти 700 обращений от жителей о нарушении их прав. И цифра растет с каждым годом. Как правило, львиная доля жалоб связана с деятельностью микрозаймовых организаций. Люди берут в них кредиты, потому что крупные банки отказывают. Несмотря на то, что в деле вроде бы есть подвижки, Галина Макарова продолжает гастролировать по судам. Ведь по закону проживать в своей квартире она не имеет права. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.